Всем привет! Вы на канале Покашеварим и это воскресное обзорище. Сегодня на повестке у нас доставка из кафе, ресторан, я не знаю как это называется, Муму. В Муму мы были, в Муму мы снимали бизнес-ланч, помните этот ролик, вот здесь можете вспомнить. Как бизнес-ланч они показали себя неплохо, весьма адекватно по цене и в принципе умеренно по качеству, все нормально. Что касается заведения, я там был очень давно в последнее время, я все больше как-то там в грабли какие-нибудь заезжаю, и всякая, ну, идеологически похожие места, но не в Муму почему-то, вот география моих хождений не связывает меня с Муму. Сегодня доставка именно из ресторана, именно та самая еда, которую вы попробуете в самих заведениях. Сказали, что везти будут полтора часа, нет, полтора-два часа, мы подождем и посмотрим. Еще, значит, какие нюансы по заказу, заказали с сайта, каких-то позиций не было, например, я хотел пиццу заказать, пиццы у них не оказалось, облепиховый тортик хотел заказать, его тоже не оказалось, заменили на другой, ну, в общем, как-то вот так вот, что-то там не было, что-то было, но в целом, как бы, основной объем был, нам заказ подтвердили два часа. А спросили про сдачу, мы сказали, что у нас пятерка купюра, и, в общем, ждем человека со сдачей, с едой, и в течение полутора-двух часов. Вот в таком виде доставили из Муму, я считаю, что очень хорошо. Пакеты запечатаны, точнее, завакуумированы, или как вот это, короче, чтобы никто не залез. Это холодная история. А второй пакет, вот настолько они увлеклись вот этим залеплянием, что, смотри, приклеили салат, или что это? Это паста карбонара. Вот. Так что такое, не влезло. Лучше на один меньше, и тогда бы все нормально бы влезло. Здесь у нас горячие блюда. Тут все гарниры, которые мы заказали, плошечки прикольные. Так, давай сейчас посмотрим, что по температуре. Борщец, пельмени с дыркой. Дырка сразу в комплекте, абсолютно бесплатно. И еще какой-то супец. Так, ну давай на пельменях, они довольно объемные. Соответственно, температуру должны, наверное, были сохранить. Пельмени почему-то с бульоном. 48 градусов. Довольно все тепло. Так, давай еще картошечку бахнем, например, да? Картошечка тоже теплая. Ну, в принципе, все в термобоксе, 44 градуса. Ну, не самый фонтан, но, в принципе, если сейчас сесть кушать, то все будет весьма тепленькое. Вот что касается мяса, тут чуть погрустнее, прям я чувствую, что оно холоднее. 35 градусов. Мясо скорее прохладное, нежели теплое. Так, более-менее, то есть можно сесть и покушать, если особо не было болеть, как я. По времени доставки 11.28 мы сделали заказ, 11.55 они нам только позвонили спустя, сколько? Ну, полчаса, получается, приблизительно. И в 13.36 привезли. То есть от момента заказа до привоза 2 часа нарушили, от момента подтверждения заказа, который был поздно сделан, в принципе, все нормально. Час получается 1.40. Му-му, ну, еда у нас, и это радует. Смотрите, напитки привезли вот в таком виде. Ить! Значит, мы заказывали литр клубничного напитка, но нам привезли в двух отдельных баночках. Это, мне кажется, даже прикольнее, чем в одной. И квасок прям в одной банке. Вот, кстати, у них нет никаких маркировок. То есть когда сделаны напитки, не очень понятно. Но, видимо, сегодня я Му-му в этом плане доверяю. Одна из любимых частей обзора это комплектация. Комплектация, мы сказали, на шестерых, но у нас большой заказ. Поэтому давайте рассмотрим, сделаем такой унбохинг. А тут, кстати, не только комплектация, тут еще и пирожки. Оставим на потом. Пирожки, кстати, холодные. Вот это классика, классика Му-му. Они всегда дают свои конфетки при заказе. И нам шесть конфеток. Блин, надо было сказать на сто человек. Я люблю эти коровки. Окей. Так, что касается комплектации. Все прилично. Все в отдельных пакетиках. Раз, два, три, четыре, пять ложек. Хотя у нас супа всего-то ничего. Одна палочка. Но это они у меня спросили по телефону. Я сказал, нам одной достаточно. И вот еще. То есть, в принципе, тут в общем, в общей сложности должно хватить на весь обзор мне. И на поесть, в принципе, тоже. И куча соевых соусов. Прям вот вообще толпа. Какие у меня первые ощущения, когда мы вот это все открыли? Пахнет вкусно. Пахнет вкусно. Вот у меня воспоминания в кафе Му-му всегда были такие, что туда входишь и пахнет, ну, столовкой, короче. Хотя довольно приятной столовкой. А дома ощущения приятнее, потому что нету запахов процессов приготовления. Да, есть запахи результатов. И все это в целом довольно вкусно пахнет. Это раз. Потом, значит, какие небольшие расстройства, да. По поводу порции. То есть, цены адекватные. Ты смотришь, там, ну, типа, 100-150 рублей, что-то такое вот все стоит, да. А по факту, когда приезжать, ты понимаешь, что эти цены, они обусловлены размером. Размеры порций маленькие. Это касается, в принципе, ну, практически всего того, что мы взяли. Это расстройство небольшое. Но это, опять-таки, вы скажете, смотри на сайт. На сайте написано, какие могут быть претензии. Я согласен. Претензий нет. Просто наблюдение. Давайте начнем с чего-то потенциально горячего. Ну, хотя это все уже, конечно, холодное. Возьмем вот котлетку и, например, шашлычок попробуем, да. Котлета 109 рублей стоит. Маленькая одна. Одна котлета домашняя 109 рублей. А шашлык у нас стоит. А шашлык порция это уже довольно крупная. Но и цена 239 рублей. 150 граммов. Котлеточка. Нет, давай вот так вот сделаем. Смотри, раз. 7 граммов весит коробочка. Котлетка. 79. Тару мы вычли. 79. А должна она 80 граммов весить. Все окей. Шашлык 150 граммов. 205. Смотри, ну нормально тут шашлык, лавашек. Плюс-минус. И коробочка, наверное, это потяжелее. Около 10 граммов она весит. Та коробка 7. Давай посмотрим, что за вилочки, а. Ай, что за вилочки. Нормальные, кстати. Такие вилки хорошие. То есть, ну, плотные вилки. Не такие дешманские. Нам приезжали иногда вилки, которые так назвать было стыдно. И вот. Что касается котлетки. Без изысков. Это просто котлетка, которая стоит 109 рублей. По вкусу попробуем. А вот за шашлык хочу сказать респект. Потому что шашлык не из куриных грудок, а из бедрышек. Это вкуснее. Конечно, это менее диетическое мясо. Но, тем не менее, по вкусу, конечно, бедрышки, красное мясо куриное, оно гораздо лучше. Вот. Здесь же лавашек, здесь же свежий огурчик. Тут капуста. То есть, такой нормальный комплект за 240 рублей. Так, давай начнем с котлетки. Я вот из середины вышкреб. Структурка такая. Домашние котлеты. Вот примерно в таком же формате порой привозят какие-нибудь бургеры. Или заказываешь бургеры, и там вот такая котлетка. Для бургеров плохо. Для котлетки домашней. Не, котлетка хорошая. Но, конечно, стоимость этой котлеты без гарнира, она несколько пугает. Здесь вот цена выше в два раза, да, шашлыка. Но тут меньше она пугает, потому что, ну, типа наложено чего-то еще дополнительно. Хотя я и гарниры взял. Я гарниры тоже заказал отдельно. Мы их тоже попробуем. Давай попробуем шашлык. Сразу вижу недостаток. Если каким-нибудь вот суши роллом положили васаби, имбиречек, да, то здесь никакого вот даже томатникова, блин, соуса нет. Вот серьезно. Вот почему вот, например, вот этих соусов дофига наложили, соевых. Куда мне столько, да? Лучше бы вместо одного соева положили бы в такой же пачке томатный соус для вот этого вот шашлыка. Весьма хороший и вкусно замаринованный шашлык. Приготовлен без косяков. Тут нет ни красного мяса, то есть крови. То есть он доготовлен, и при этом он не переготовлен. Он мягкий, он хороший, он вообще нормальный. Шашлыку ставлю оценку хорошо. Котлетке ставлю оценку нормально, но нормально в хорошем смысле слова. То есть это нормальная маленькая котлетка, которая стоит вот 109 там, да, рублей. Давайте попробуем компот клубничный. Литр такого напитка стоит 169 рублей. Литр кваса стоит 162 рубля. Квасок дешевле, чем компот. Это просто обычный компот из замороженной клубники. Вот там вот мы видим даже ягоды внутри. Давай попробуем. Они прохладные, то есть не из холодильника, но где-то в теньке стояли. Я бы так это сказал. Очень хороший, добрый клубничный компотик. Я считаю, что 162 рубля за компотик это нормальная цена. Это, конечно, не морс, как бы, да, там морсы подороже, потому что там ягоды. И довольно много иногда ягод в хороших морсах. Это компотик, выварено, витаминов не так много, но это вкусно. А вот квасок, квасок, а ну, вау, он еще такой черный, посмотри, прям. Черный адский квасок. Я сейчас попробую. Пахнет очень вкусно. У-у-у, богато. Слушай, ну черный прям вообще. На чем он сделан? На углях, что ли? Обычно он более прозрачный все-таки квас. Ну, нормальный такой ядрененький квасок. То есть восторгов нет. Вот реально самый вкусный квас, который я пил вот так вот где-то в заведениях. Мне очень понравился. Чебуречная СССР. Помните обзор? Если не помните, то вот она. Ссылочка, можете посмотреть. Чебуречная СССР, там реально вкусный квас. И из покупных мне нравится живой квас. Многие это знают. Вот царские припасы. Припасы, совершенно верно. Вот. Он вкусный. Этот квас прям тоже классный. То есть он вот, скажем так, один из тех, которые я люблю. Он, во-первых, не очень сладкий. Во-вторых, он ядрененький. Чувствуется хлебный привкус. Классный квас. Но все-таки он ближе, наверное, вот к покупным квасам, типа Никола. Вкусно, но как бы бывает вкуснее. Пойдет. Нормальный квас. Мне нравится. Оставим, будем запивать. Пельмени отварные. Просто отварные пельмени. Это ж надо. Это как прекрасно звучит, а. Цвет теста такой желтенький. Как будто бы, знаешь, он с картофелем, типа, сделан. Картофельное тесто. И там еще бульончик, который повытекал из-за того, что пельмени рваные. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, в целом, в целом, смотри, это стоит 99 рублей. Вот это адекватно. 125 граммов. Нифига себе, смотри, тут перевес какой, а. Или что? Да нет, перевес. Ну, коробочка там 10-15 граммов. То есть, очень хорошо наложили за 99 рублей. Вот такое. Да почему нет? Давай вот как раз рваный пельмень дорвем и посмотрим количество начинки. Оп. А внутри-то у нас миско. Причем, похоже, что это мясо куриное, но в описании. А в описании тоже нет. Просто мясо. Просто мясо. Нормальная такая, смотри. Не очень такая плотная, довольно рыхленькая котлетка. И это хорошо. То есть, это как плюс. А то иногда бывает такое, знаешь, соевые котлеты, которые толком вилкой не проткнешь. Но опять-таки, сметаны нет. Что вы хотели за 99 рублей? Давай посмотрим, попробуем. Пельмерка. Странное тесто по консистенции. И очень солено все. Еще одна крупинка соли, и это стало бы вообще не съедобно. То есть, солят очень капитально. Это, конечно, я понимаю, для сохранения, для всяких там усиления вкуса. Но мне скорее не вкусно. Давай, я еще раз попробую. Может, блин, что-то мне показалось. Пожалуй, вот эта крупинка, она там есть. Это невкусно. Это прям совсем перебор. И по поводу теста. Наверное, тесто сделано с замесом, ну, типа как для равиоли, на яйцах с желтками. Оно поэтому желтое. Может быть, туда картофель давай. Я не знаю, честно, не могу объяснить. Но структура такая, как будто бы цвет, как будто бы добавили яйца с желтками, да. А структура у него как будто бы там картофель. То есть, вот такие вот ощущения. Но эти пельмени не стоят вашего внимания. Обычные покупные пельмени какие-нибудь, типа там, сибирской коллекции. И же с ними они вкуснее, чем вот эти от Муму. Ну, нет, нет и нет. И бульончик давай, ай. Ну вот реально вообще, ну попробуй. На, бульончик просто хлебани. Прям соленый такой, да? Да, на тебе, короче. Что ты не забывал, Муму. Ладно, в общем, пельмени не вот. Отправляем в сторону. Ну, давай посмотрим гарниры. Вот смотри, у них подаются гарниры. Их можно купить отдельно. Я что-то говорил про котлетки. Да, пожалуйста, покупай котлетки гарниры и наслаждайся. Правда, тогда у тебя твое блюдо будет стоить, знаешь, сколько? Я вспомнил еще, что у них не было крем-супа и шампиков. У них суп дня это был рассольник. Я сказал, ну окей, тогда рассольник. Он вон, он стоит, ждет. Так. Что у нас? Гарниры по 79 рублей. И картошка, и картошка. Итого, в принципе, котлетка с картошкой нам бы обошлась 180 рублей. Вот такие вот... А, нет, подожди. Вот это целое блюдо. А вот гарнир. Вот оно. Картофель бэйби и картофель запеченный... Не бэйби. Бэйби, 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 бэйби. Вот сколько весить это должно, я что-то не нашел. Ну, весит по факту 180 граммов. Если мы найдем 163, мы сейчас выведем на экран таблички, вы увидите, сколько это должно весить. Но тут я не знаю, что говорить. Картошка как картошка. 80 рублей за 180 граммов гарнира. Ну, в принципе, норм. Почему нет? Не, очень вкусно. Они классно картошку делают. Вот это запеченное прям мне понравилось. Отварной картофель, вот этот бэйби, он очень вкусный. Сам по себе картофель хороший. Он сладенький такой, крахмальный, все как надо, короче. Очень вкусные гарниры. И тот и другой картофель мне нравится. А в этом еще есть зеленушка тоже, которая дополняет аромат самой вкусной картошки. Она бы и так была хорошая, но так еще лучше. Вау, упала. В общем, одобряю, оба гарнира классные. Давайте карбонару глянем. Вот карбонару уже все, она, блин, погибает. Мы тут, как всегда, болтаем. И карбонара умирает постепенно. Хотя нет, еще вон тепло есть. Даже соус, смотри, там, мне кажется, просто сливки. Там вообще даже сыром не пахнет. То есть намека на какие-то крохи сыра тут нет. Сыр был сверху, да, и мы его сейчас перевернули. В самом соусе сыра нет. Но это уже полноценное блюдо. Большая довольно плошка, но относительная. Это муму, да. Здесь бекончик, там еще внутри есть бекончик. Настраивает на позитивный лад. Если это еще стоит адекватных денег, так вообще классно. Давай посмотрим, сколько стоит карбонара. Карбонара 219 рублей 250 граммов. С учетом коробочки все окей, соблюдено. У них на сайте написано, что про соус они пишут, и это правильно. Особенность соуса в том, что он готовится из сырых яиц и сыра и доходит до полной готовности от жара только что сваренной пасты. Это да, но здесь у них соус на базе сливок. Многие пишут, когда я говорю про карбонару или свой рецепт карбонары, там, да, показывал на канале. Я сливки добавляю, мне так вкуснее. Фиг знает. Мне нравятся сливки, чесночок, вот это все, чтобы было. От яиц все равно никуда не уйти, нужны и яйца тоже. Но классический соус карбонара, он делается без сливок вообще. Вот. И многие зрители про это пишут постоянно, я с вами согласен. Вот. И эти даже мумушки тоже пишут, что у них все вот это вот без сливок. Но тут есть сливки, я отвечаю, этот соус с добавлением сливок, несмотря на то, что написано. Хотя хрен его знает, кстати. Может быть и правда без сливок. Ну то есть, либо это какие-то не очень хорошие сливки, потому что я сливочного вкуса особо не чувствую. То ли правда только на яйцах. Честно, сложно мне прям восторгаться этой пастой. Ну, потому что я чуть-чуть как-то вот, как будто бы вкуснее делаю дома. Ну, это всегда, конечно, тупо сравнивать с тем, что ты дома сделаешь. Положишь себе бекончика сколько надо, пармезана по трешь настоящего или грана поданы какого-нибудь. Это очередная компромиссная карбонарка, которая типа норм просто съесть. Восторгов вы не ощутите. В то же самое время и разочарования у вас никакого не будет. Вы съедите и вам будет нормально. Давайте посмотрим еще, что у нас тут горяченькое. Ну, условно, уже все подостыло, конечно. У нас это мясо типа по-французски и жульенчик. Порции? Порции вообще минимальные. То есть, когда ты заказываешь муму, надо всегда иметь в виду, что если ты заказываешь жульен, то оно вот как бы чуть-чуть. Если ты заказываешь мясо, то оно как бы один кусочек. То есть, всегда надо понимать, что надо или гарнир, или что-то еще. 195 рублей стоит мясо по-французски. Весит оно, блин, 85 грамм оно весит. Ну, реально, то есть, 85 грамм стоит 200 рублей. Вот это адская цена. Ну, по граммам нормально. То есть, я даже не представляю, как надо сделать этот кусочек мяса и так небольшой, чтобы он неожиданно стал 80 граммов. То есть, вот тут он и так кажется маленьким, да? Смотри, что там. Вау! Блин, в этой плошке не очень удобно резать, конечно. А, так оно еще и с грибами там. Смотри, это богатое мясо. О! Симпатично выглядит. То есть, сырок запеченный, мясо. Смотри, явно не пересушенные грибочки, да? И соус очень похоже, что это даже не майонез, как мы привыкли делать. Это соус типа бешамель. Потому что майонез имеет свойство разлагаться на фракции, на масло и белого, грубо говоря. А тут он как-то едино лежит. Но сейчас попробуем по вкусу, конечно. Давай. Очень мягкое мясо. Очень вкусные грибы с луком. То есть, нету пережаренности какой-то. Прям вкусно. Честно говоря, по вкусу и жирности, мне кажется, что все-таки мазик. Но очень странно, очень странно, что он не разложился, скажем так. Соус бешамель. Слушайте. Реально. Но вкус такой вот насыщен. То есть, тут нет такого ощущения, что тебе не додали мазика. То есть, все равно очень сытно. Клево. Вот 195 рублей. Я такое мяско бы себе заказал. Плюс картошечка. Ну, за 350, за 360 рублей. Вообще на ура бы зашло. Вот. Что касается жульена. Тоже грибочки. Ну, конечно. Блин. Ну, можно подогреть его сейчас, чтобы вам показать. Да? Ну, как бы подостыло. Нарезка тут вообще ни разу не жульен. То есть, это просто мелко порубленные шампики. Но от этого хуже не станет блюдо. Безусловно, все зависит от соуса. Вот это должно весить 112. Вот здесь вот недовес. Первый недовес, который мы с вами ощутили. Но у меня и по ощущениям было, что здесь как будто бы не додали. То есть, какой-то совсем маленький формат подачи. Давай попробуем. Грибочки. Ну, тут даже никаких вопросов. Вот серьезно. Че-че? А с грибочками работать умеют. И в мясе по-французски вкусные грибы. Не сухие, классные. Несмотря на то, что это просто шампики. И здесь очень вкусно. Ну, наверное, это не удивительно. Потому что ребята все-таки должны уметь работать. Давай продолжим тему шампиньонов. Вот здесь у нас еще... Или это что? Это вообще тут ни разу. Тут вот это шампиньон. Может, это не шампики? Вот это вот на опенка вообще похож. Смотри, какое блюдо. Нет, это тоже шампиньоны. Просто тут вот маленькие попадаются. Темный цвет, как у шампиньона. А маленький он такой... Да нет, это опята. Подожди. Может, поэтому такой вкус? Да, наверное... Я не очень в грибах разбираюсь. Возможно, грибники меня поправят. Но мне кажется, вот это опенок. Вот эта шляпка, это прям не шампиньоновская. Посмотри. И вот это не шампиньон. Наверное, они вместо шампиков или в перемешку используют просто другие грибы. Поэтому вкус хотя бы какой-то есть. 135 рублей стоит. Жареная картошка. 150 граммов должна весить. Мы помним с вами минус 7 грамм коробка. Да, вот такая. Нормально. Здесь по весу все хорошо. То есть с порцией они справились. Не, ну это не шампиньоны, точно. А вот здесь... Я не понимаю. То есть как будто... То есть ощущение вот и вкуса, и консистенции реально как будто типа опята. Я могу ошибаться. Не знаю, Муму, если следит там за соцсетями, увидит этот обзор. Напишите в комментах. Я его прям закреплю. Что за грибы. Потому что очень вкусно. Я скажу, что это по ощущению вкуснее, чем обычные шампиньоны. Вот. Ну, с картошкой тоже у них вопросов нет. Это просто нормально. То есть хорошо сделанная картошка. Не пережаренная. Не пересоленная. Как их вот предыдущее блюдо. Прикольные грибочки. Это честно. Это честно. То есть это то, как вот... Блин, дома, если умеешь готовить, вот ты приготовишь примерно так. Если не умеешь готовить, будет хуже. То есть это хороший вариант домашней еды. Хорошо приготовленный. Давайте посмотрим два супчика. Вот. Один мне заменили. Я хотел крем-суп из шампиньонов. Борщ у них есть всегда. А вместо крем-супа, то есть что-то, тип суп дня у них называется. Сегодня у нас это рассольник. Соляный рассольник. Черт его знает. Короче. Борщ стоит 109 рублей. Весть он должен 250 граммов. Минус десяточка. О, тут хорошо, смотри. Тут перевес прямо на соточку. Ну и тут тоже, если 250, то все должно быть... То все соблюдено. Так, я возьму свою ложку комплектную. И посмотрим, что у них с супами. Нормальный, классный борщ. По количеству, по крайней мере, того, что внутри он... Ну я бы не сказал, что ложка прям будет стоять. Но как бы она будет медленно... Хотя стоит ложка, смотри, реально. Ну-ка, подожди. Сейчас я где-нибудь гущу найду. Задача поставить ложку. Оп. Ну медленно падает, ладно. Назовем это так. Не стоит, но медленно падает. Сметанки нет. Хотя было бы неплохо, наверное, в комплект иметь сметану. Очень вкусный борщ, блин. Вот недавно у нас были на тесте Лагата пиццерии. Вот там борщ был прям вообще вот... Вообще не сладкий. В борщ это нормально. Класть еще дополнительно сахара. Несмотря на то, что борщи и так смекла, она сахарная. Но тем не менее, вот кто делает борщ, те уже давно знают, что щепотку сахара, если положить в борщ, он станет вкуснее. В Лагате положили пачку сахара, такое ощущение было. То есть борщ был несъедобный, как по мне. Вот этот борщик классный. Он все как надо. Мне понравился. Я этому борщу ставлю прям свою заслуженно. Да давайте пять. Что, вкусный борщ? Нажористый. Так, вот что касается рассольника. Я этот суп тоже люблю. Особенно, когда он сделан именно на перловке. Блин, надеюсь, меня жена не посмотрит. Но я... Короче, у меня если супруга готовит рассольник, она готовит его почему-то всегда на рисе. Я не люблю рассольник с рисом. Она не любит готовить рассольник с перловкой. Вот у нас вот так вот сложилось. А я люблю именно перловку. Потому что перловка это классно. Вот вообще суп на любителя. Там вот эти соленые огурцы и прочее. Ну, мне нравится. То есть для меня... Я супы небольшой любитель. Но конкретно рассольник для меня, наверное, один из любимых супов. Соу-соу такой. Мне не очень понравился. Рассольник по вкусу. Он... Я, скажем так, я не очень компетентен, чтобы прям комментировать. Но даже мой рассольник, который готовит супруга с рисом, он вкуснее получается, чем в муму. То есть борщ классный в муму. Рассольник прям вообще мне по вкусу не зашел. Не знаю почему. Огурцы какие-то вот вялые-вялые такие. Знаешь, они должны чуть-чуть хотя бы хрустящие быть. А тут они вяленькие. Не пойдет. Не. Ладненько. Все. Окей. У нас салаты. Салат свекольный. Опять-таки все в минимальных дозах. И цезарь. Конечно, как без цезаря-то, а? Салат свекольный. 59 рублей. Салат, значит, цезарь 129 рублей. Ну, тут и по размеру он побольше, да? И салат, это что я сделал за салат? 109 рублей. Он называется острый, с ветчиной и сыром. Вот эти два малыша по 120 граммов. Есть у меня подозрение, что... А, нет, нормально. Думал, не довесят. А вот тут 2 грамма не довеса. Ну, мы же не прикапываемся к 2 граммам, правильно? Вы же меня научили не прикапываться. Ладно, к цезарю вернемся. Давай посмотрим эти два салатика. Тут ветчина, тут сыр. А, сырок, смотри, это же колбасный сыр, походу. Вот этот вот. Ну, копчененький, видишь? Не, не знаю, что это за сыр. Наверное, колбасный все-таки. Натертый на терке. Давай попробуем. Я такой не ел салат никогда. Ну, реально. Колбасный сыр. Ничего себе. В салат нормально заходит, кстати. Свечиной и сыром. А, вот. Подожди, майонез, огурцы свежие, сыр сулугуни копченый. А, сулугуни копченый. Я чувствую, что странно. Как можно сулугуни натереть еще можно, да? А вот как натереть колбасный сыр, непонятно. Он такой довольно некрошащийся, но его натереть сложнее, чем сулугуни. В целом съедобно. Такой легкий копченый привкус. Ну, то есть сказать про этот салат нечего. Ну, салат и салат. Майонезно-сырно-ветчинный салат. Чего вы не пробовали? Есть небольшое отличие от стандартных ветчинных салатов в том, что там чувствуется привкус копчености. Так, а вот это классика. Это вообще свекла, майонез, чесночок. Сюда бы еще грецких орехов, да какой-нибудь, я не знаю, там черносливчик. Вот это было бы, конечно, от души. И сыра. Сыра нет. Или есть. Не пойму. То есть вот я еще сыр дома добавляю, если такое делаю. А тут не очевидно. По-моему, только свекла. Короче, все неплохо в этом салате. Но если бы тут был сыр, грецкий орешек и черносливчик, это был бы вообще топчик. А так просто норм сойдет. Ничего особенного. Свекла. У меня где-то холодец. Я аж холодец убрал в холодильник. Димон, из холодильника дашь мне холодец? А то я сейчас тебе все собью. На дворе студень мерзнуть будем. На столе студень тепло людям. Это у них на сайте написано. Спасибо. Русская пословица такая есть, оказывается. Так, студень. Ну, конечно, на картинке он выглядит гораздо больше. Нет? Да так же приблизительно. Окей. 100 граммов студня стоит 129 рублей. Так. Пойдет. По весу все окей. Тут еще, смотри, хренушек добавлен. Ничего себе. Вот это хорошее. Вот эта комплектация прямо идеальная. То есть вот когда все в одном месте, а то, видите ли, не хватает там сметаны туда-сюда, еще чего-то. А тут вот хрен и студень. Мяса довольно много. То есть видно вот это рваное, ну, видимо, что это говядина, свинина. Не очень очевидно это. Ну, вот. Давай попробуем. Блин, да с хреном все нормально. Сейчас я без хрена попробую. Хренчик классный. Ух. Нормальный. Но он больше сладкий, чем ядреный. Не, классный хрен. Ну, не знаю. Есть такие вот, знаешь, есть ощущения. Не знаю, как на больших производствах делают вот эти студни. Но все-таки, мне кажется, желируют дополнительно. Тут же в чем прикол. Вот холодца домашнего, да? Когда ты делаешь холод. Хотя студень. Студень, наверное, это по умолчанию значит зажелировано. Если я правильно в терминах понимаю. Но когда ты делаешь холодец, у тебя прикол в том, что тебе не надо желатин использовать. У тебя вот этот желирующий агент сам вырабатывается. Вот когда ты варишь, я не знаю, колени, рульку, еще какие-то костные ткани, грубо говоря. Оттуда вырабатывается этот желатин. И вот этот бульон, который варится, он сам становится концентрированным и зажелированным. В случае со студнем, видимо, тут правильная, наверное, терминология. Мне кажется, студень, ну поправьте меня, если я не прав. То есть студень, это обычный бульончик, но его желируют желатином. Когда ты варишь, это тоже вырабатывается желатин. И желатин это то же самое, что когда ты варишь. Потому что желатин это кости, жилы животных. Вот это все лучше вам не говорить об этом, да? Я к тому, что в этом студне нет концентрированного вкуса мяса, как в холодце домашнем. Вот я о чем. Но мясо и как бы вот этот зажелированный бульончик есть. Особых нареканий не могу каких-то высказать. Пойдет, но не топчик. Ну что, цезаречек у нас, да? 129 рублей, ничего себе. Вот это адекват, смотри. 129 рублей, а сколько он должен весить? 85 граммов всего. А тут 130. Смотри, ну они заведомо меньше граммовки делают, чтобы потом... Вау! Ладно, сухарики маленькие разлетелись. Тут у нас что, салат-айсберг. Это лайк от меня. Вот у них странно, я хочу почитать салат-айсберг. Но этот айсберг видно, иногда просто его с пекинской капустой легко спутать. Подожди, или это пекинская капуста все-таки? А вот сейчас вот смотрю, это пекинская капуста. Вот кочерыжка ее. Вот. Короче, у них на сайте иногда идеология, а иногда... А иногда описание состава блюд. То есть не поймешь там... В некоторых блюдах можешь почитать, насколько классно. Вот как здесь. Изюминка Цезаря была и остается заправка. Бла-бла-бла, вот это все. А где-то написано, из чего блюдо состоит. Я считаю, что вместо вот этих вот эпитетов надо лучше писать, из чего блюдо состоит. Так, маленькие сухарики. Вот этот вот дешевый пармезан, который вкусом особо не обладает. Тут мало курицы. Но с другой стороны, 129 рублей. Тут вот такое. Ну и конечно, 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 все. Самое главное, это что с соусом. Давай пробовать уже. Все. А? Короче, надо уже как-то на уровне закона, наверное, запрещать. Называть Цезарем то, что отдаленно напоминает Цезаря. А иногда и вообще не напоминает. Вот в данном случае все-таки отдаленно, но напоминает вкусный соус Цезарь. Но это вообще далеко-далеко не идеал для меня. Вкусный салат, нормальный соус, по соли хорошо, даже какой-то ароматик чувствуется в этом соусе. Ну, как бы не вау. С другой стороны, за 129 рублей. Я даже назвал бы, наверное, вкусным этот салат. То есть он реально вкусный. Сухарики маленькие, хрустящее. Мясо хоть немного, но оно мягенькое. Помидорки, черри, хрустящий салат. Пойдет за 129 рублей, серьезно. То есть вот гораздо хуже нам приезжали салаты, которые стоили дороже, назывались Цезарь. Но стоили дороже и были хуже в плане соуса. Тут соус более честный, наверное. Сегодня уже второй раз говорю это слово. Но здесь целое ощущение в Муму о еде, что она честная какая-то. То есть нет задачи у Муму сделать вам хуже, лучше, дороже. То есть просто адекватная еда, адекватные деньги бери и кушай. Не дешево, не дорого, просто как надо. О, у нас еще десерты есть. Ладно, давай на ролчики перейдем. Мы до роллов все-таки добрались. Так, у нас гунканы, у нас фила и у нас это самое. Давай начнем с того, что взвесим, сколько стоит, весит два ролла. Сколько стоит, мы сейчас поговорим. Гункан, ой, Филадельфия и, ну типа Канады, весит 353 грамма. Ну, 350, грубо говоря. 170 граммов весит каждый ролльчик. Это мало. Но это объективно маленькие роллы. Тут где мои палки вообще? Цена обычная. Вот смотри, там внутри крабовая палка. Рыбка, рыбка за рыбку, кстати, лайк в целом. Она чуть-чуть постояла, уже выглядит заветренной, но она не выглядит рыхлой какой-то. То есть это похоже на нормальную рыбку. Режут они слайсером, судя по всему, слишком уж ровный срез такой по всей длине. Ну, как бы пойдет. Вот. Сырок, крабовая палочка, огурец. Равно как и Канада, наверное. Ну, она называется у них, правда, не Канада. Потому что я не нашел прям Канаду у них. Это называется Роу Юме. Здесь угорек. Тут внутри огурец или болгарский перец. Какой-то блинчик, да, что это? Креветка. Креветочка маленькая, вон она. Какая, типа, коктейльная. Она то попадается, то нет. Ну, значит, да, наверное, коктейльные креветки. А, нет, вот. Кусочек, вот. Кусочек. Нет, все-таки целая креветка. Какая-то из небольших. Окей, попка пойдет. Вот, и сверху угорь палит каким-то соусом, типа, спайси, наверное. Давай попробуем все это. Блин, да я хочу взять какой-нибудь кусочек, прям, чтобы вот бескомпромиссно было нормально. Кстати, свернуто аккуратно, да? Квадратики, но аккуратненько свернуто. Во-первых, магия вот этих кусочков рыбы, что она такая аккуратная, что это все-таки форелька. Это не семга, как бы, да, семга крупный представитель лососей, а форель более мелкий. Вот, это нехорошо, неплохо, просто как бы форель, как факт. Это хороший тоже лосось, так же, как кита, это тоже хороший лосось. Вот эта форелька, она слабосоленая. То есть, это уже сразу, ну, блин, ну, мне странно, то есть, окей, это, конечно, безопасно. Это, наверное, может и полежать там целый день, типа, там, перед тем, как это все заберут. Ничего с этим не случится, люди останутся живы, здоровы. Но в плане все-таки, вот, когда ты ешь ролл, хочется именно вот этой вот свежести рыбной ощутить. Сливочный сыр, кстати, вкусный. Причем он странно вкусный, он, это не кремет хохландский, но какой-то другой сыр, но вкусный. Если честно, я не могу серьезно говорить про эти роллы, то есть, это, ну, так же, как вот, понимаешь, в таких заведениях, как Муму, где много разной еды, просто, ну, типа, должны быть роллы. У них еще и пицца есть, которую нам не привезли. То есть, это просто потому, что должны быть. Люди идут покушать всякого, жульенчик, фигенчик, и заодно хотят роллов, ну, пускай поедят, ладно. Давай вот эта канада с соусом спайси. Угарь немножко странный у них, блин, с кожей такой. Блин, угарь стрёмный на самом деле. То есть, вот они режут прям с кожей. То есть, вот прям вот-вот, ну, как бы, ну, то есть, они не стесняются его разделывать скромно, прям, вот, куски кожи угаря. Ну, ладно, окей, это уже такое. Мы же тут не за изысканными роллами пришли, да? Даже рисок неплохо сварен, помидорчик чувствуется. Это странно, конечно, что тут помидорчик внутри, но, тем не менее, это вкусный ролл. Вот этот соус спайси, то есть, обычно, всё, что связано с угрём, заливается унаги, а тут соус спайси. И сам угорёк, он уже пропитан унаги, потому что он так поставляется. Вот, то есть, довольно вкусные сочетания, вот, остренького спайси, угря с унаги, и всё это вместе. Гунканы малыши. Гунканчики такие, ну, в общем-то, наверное, то, к чему мы в основном привыкли, они небольшие. Тем не менее, я люблю такие штуки. Ммм? Блин, недоваренный рис прям похрустел. Не знаю, как он там попал. И вот он, гункан, который развернулся почему-то. Сейчас скажу. Давай с угрём попробуем. Маленький, но зато удобно, удобно в рот класть. В целом, недурно. Спайси нормальный, спайси такой демократичный, то есть, нет сверхостроты какой-то. Чувствуется ароматность спайси соуса, вот этой шри рачи, да? Ну, одной из составляющих спайси. В целом, гунканам нареканий нет, и креветка, и с угрём вкусно, даже если там угорь разделан так же, то есть, со всем чем есть. Не попадаются хребет там и так далее, то есть, довольно комфортно его есть. Комфортный, вкусный спайси. Что касается роллов, ну, слушайте, я никогда, наверное, не смогу сказать, что это круто, когда слабосолёная форель, сёмга. Ну, не смогу, короче. Я не смогу сказать, круто, если будет угорь вот с таким количеством кожи там лежать сверху. Ну, не смогу сказать. Вот. Тем не менее, окей, давайте, вы мне говорите, что я слишком сейчас стал ангажированный, и у меня конфликт интересов и так далее. Давайте, давайте хвалить, давайте я буду хвалить. Рыбка аккуратная, свёрнута довольно аккуратно, рис сварен хорошо, начинка, в принципе, норм. То есть, по большому счёту, вот эти ролчики, если вы не чисто роллов хотите поесть, если хотите чисто роллов, идите вон в Тануки, я не знаю, Достоевский, ну, и так далее. Короче, есть хорошие места, где можно заказать вкусно. Если вы просто идёте в Муму покушать и заодно хотите роллов, то их можно взять. Причём вот с угрём лучше возьмите, Филадельфия всё-таки, ну, странно, блин. Солёная форель, на мой взгляд, она не очень подходит. Вот. В общем и целом, наш обзор подходит к концу. И самое время попробовать десертики. Я взял, хотел взять оболепиховый какой-то торт, но мне сказали, у нас нет его, мы вам заменим на что-нибудь другое. Я сказал, ну, посоветуйте тогда, и мне, вот, видимо, вот эту штуку посоветовали. Смотри, это какая-то малиновая, малиновая непонятность, короче, я не помню, как это называется. Сейчас вы видите всё это у себя на экранах. Вот. Малиновая типа панакота, то есть сверху желе, внизу сливочная панакота, и там кусочки малины. Ну, давай попробуем. Выглядит довольно при... Вау, смотри, там внутри ещё прям варенье малиновое. Ну, очень симпатично. Вот когда вот сейчас вот разрезал и увидел, что там внутри вот эта штука, она стала гораздо интереснее для меня. Слушайте, вот эта штука, как бы она ни называлась, а я реально не помню, а сейчас на экране вы видите, а она вкусная. Ммм, прям вообще годнота. Внутри вот этот вот конфитюрчик малиновый, или просто протёртая малина с сахаром, очень вкусная. И желешка, и панакота вот эта сливочная. Всё в целом очень годно. Пожалуй, да, под чаёк очень даже зайдёт. Так, а это у нас, ну, похоже на медовик, да? Хотя, что, я туплю, вот это-то я как раз и заказывал. По-моему, это медовик. Вот, тут опять идеология торт, бла-бла-бла. Лучше бы написали, что там мёд есть, потому что у многих аллергия на мёд. 100 граммов. Блин, ну ладно, не взвешиваем. Давай так пробовать. 125 рублей стоит. Ну, то есть у меня нет нареканий к этому торту абсолютно. Нормальный медовик, всё. Хотите с чайком поесть, можно взять. Фу, ладно. Слушай, меня реально пирожки, наверное, не хватит. Давай мы просто... Я какой-нибудь один попробую. У меня здесь вот они вместе вот так вот лежат. Смотри. Опа. Вот они. Какие-то из них с капустой, какие-то из них, хотел сказать, с морковкой. Вот это с капустой, а вот эти продолговатые с мясом. Мясо, причём такое, смотри, с морковкой. То есть там мясная начинка не тупо мяса, а тупо всякого подряд. Давай попробуем. Непонятная история вот с пересолёностью. Мне кажется, тот же фарш, что ли. Он не похож на тот, который в пельмене был? То есть опять ощущение, что очень солёно. Нет, вкусные пирожки, то есть тесто хорошее. Мне нравится, как они выпечены. Но вот это ощущение чрезмерной солёности, оно присутствует. С капустой. Просто тупо не люблю. Слишком мягкая капуста. Мне нравится, когда капуста немножко айдента. Это придирка, это вкусовщина. В целом пирожки норм. В целом сойдут. Но, как бы, скажем так, у меня бабушка вкуснее готовит. Вот. Ладно. Вот такой вот муму. По факту доставка есть. Доставку сделали, довезли. Еда норм. Если резюмировать, как бы, в целом ощущение, то мне понравилось. Это столовка выше уровня, чем столовка обычная. То есть это такая хорошая домашняя еда. И, скажем так, хорошая домашняя еда уровня, когда ты немножко всё-таки готовить умеешь. Вот. Когда ты совсем рукозадый, это вот тупо столовка. А здесь вот всё-таки такое, когда ты немножко уже, там, не знаю, канал пять лет снимаешь. Типа такого. Вот так вот приблизительно. Довольно всё вкусно. И это та еда, которую мне, например, абсолютно... Я без проблем, там, поставлю на стол детям поесть. Там, лапшичка, салатики. Вот это всё. Не вопрос. Пирожок, там, съесть. Компотик. Это очень хорошо. Квасок. И так далее. То есть, в принципе, норм. Но, я говорю, единственное, что надо, когда ты там заказываешь, всегда надо рассчитывать, что у тебя тут всё по 80-100 граммов. То есть, тебе, человеку, чтобы поесть, надо граммов хотя бы 300, блин, 400, чтобы наесть. Соответственно, тебе надо вот всего, что ты берёшь, брать там, в общей сложности, 4-5 порций. То есть, мясо, гардир, салатик. На круг это выйдет, конечно, недёшево. То есть, ну, у тебя твой обед, если это не бизнес-ланч обойдётся, где-то рублей. Блин, ну, 400 получается. Ну, это всё будет, в принципе, вкусненько и нормально. По ценам судите сами. Я, кто я такой, чтобы комментировать, кому это дорого, кому дёшево. Такие дела. Делайте выводы. А мы сейчас ставим оценки. И всё. И подведём ещё итоги. Итак, выставляем оценки. Давайте, давненько мы не делали это в онлайне, чтобы с вами заодно пообсуждать. Мне кажется, это весело. Что касается цены, слушайте, ну, это весьма адекватно. Согласитесь, я уже поставил 4. Хотя я и хотел поставить 4. Парел, задёрнулся. Это адекватная цена. Бывает дешевле, безусловно. Можно где-то пирожки найти за 30, например. Я такое тоже слышал. Ну, то есть, как бы нормально. Когда за салат Цезарь берут не 400 рублей, а берут 130 рублей. Меня как бы вызывает уважение. Несмотря на то, что это как бы Цезарь. Но мне хорошо от того, что с меня взяли за этот Цезарь 130 рублей. А не за такой же Цезарь. Там, может, чуть побольше. Но там 400. Вкус, качество. Слушай, ну, поставлю мумушкам 4,5. Потому что в целом, каждое блюдо понятное, простое. И по вкусу оно хорошее. Если это котлетка, это вкусная котлетка. Если это шашлычок, это нормальный шашлычок. А что еще надо? В соответствии, мне кажется, вообще все нормально. У нас где-то был недовес, по-моему. Небольшой совсем. Ну, давай как бы 4,5 поставим. Потому что все-таки я помню слово недовес. То, что я сказал. Но в целом, окей. За сервис я поставлю трешничек. Потому что несколько моментов. Во-первых, сдача. Я, кстати, забыл про это рассказать. Сдачи не было. Я отдал 5 тысяч купюру. Хотя мы и на сайте при заказе, по-моему, коммент оставили. Но не точно. И менеджер звонил. Мы ему сказали. Она спросила, нужна ли сдача. Он сказал, да, у нас купюра. Вот. При этом курьер приехал без сдачи. Пришлось как бы искать деньги. Это моя проблема. Стала моей проблемой. Я ее, конечно, решил. Но не очень гуд. Учитывая, что мы это обсудили. Такой момент. Значит, что касается... А, ну и по поводу сервиса, да. А что еще-то я хотел сказать. Честно говоря, я даже не знаю. Вот я поставил 3. Думаю, а что у меня кроме, получается, вот этого момента... А, ну то, что перезвонили они дольше. То, что они от момента заказа везли дольше, чем 2 часа. Ну, на это скорость будет у нас критерий. Давай поставим 4. Потому что по большому счету, что салфеток всяких дали. Палочки дали. Как бы всего в достатке. Более-менее как-то жить можно, да. По поводу скорости. Ну, я поставлю 3. Не потому, что они не соблюли оговоренное время. А как я всегда говорю, скорость. Это понятие такое, что... Ты согласен с этим временем? Окей, ты можешь и 4 часа ждать. Но я ставлю в критерии как бы реальную оценку. Чтобы люди, которые будут смотреть. Потом у нас на сайте покашеварим.ру Вот эти вот оценки. Они понимали реальную картину. Что в этой доставке надо просто подождать больше, чем в другой. И все. То есть это не хорошо, не плохо. Это не критика. Это как факт. А ты уже сам принимаешь решение. Готов ждать? Ждешь? Не готов? Ну, заказываешь в другом месте. Вот и все. Так, температура. По температуре я поставлю 3. Потому что все-таки приехало все неудовлетворительно горячим. Лайк. Ставлю от себя лайк. Вообще, я люблю такие места. Я люблю места вроде Грабли. Хотел сказать Илья Муровец. Нет, Тарас Бульба. Вот мне нравится. Вот эта русско-украинская кухня. Где все понятно, все привычно, но хорошо реализовано. И это касается, в принципе, всех, вот кого я перечислил. Муму, Грабли, Тарас Бульба, Ёлки-палки. Что там еще? Вот это вот. Мне там нравится. То есть там, если картошечка, она вкусная. Если котлетка, она вкусная. Вот это классно. Муму не исключение. Муму красавчики. Не зря они уже вечно существуют на рынке. Люди к ним ходят и ходят, ходят и ходят. А теперь еще и Муму ходит к людям. И я считаю, это хорошо. Такие вещи я готов поддерживать. Поэтому в Муму заказывать можно. Лайк от себя ставлю. И сам буду иногда заказывать. А что там? Да будет. Хотя, блин, в Граблях. Не знаю, короче. В общем, как будет, так и будет. Не исключено, что в Муму закажу. Потому что для моей семьи это весьма понятная еда, с которой все согласятся. Спасибо за просмотр. Вот такой вот обзор. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, то лайки вообще не возбраняются. Ругать вас за них не буду. За дизлайки тоже не буду. Потому что вы имеете право высказывать свое мнение. Особенно, если вы реальные люди, а не какие-нибудь боты. Да. Всем ботам привет. С прошлого выпуска, да. Я знаю вас. Я знаю, кто вы такие. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока. Сука, боты. Ну вот, блин, Диман, реально боты. Ты-то видел, я тебя показал. Да? Да? Кому это надо? Не, я знаю, кому это надо. И за ними, главное, еще толпа своих же идет. То есть, понимаешь, вот в эти вот проплачены, не проплачены.